Всем доброго времени суток! Я вас приветствую на очередной записи, которая посвящена таким продуктам Microsoft, как Link, Server, Exchange Server и SharePoint. На одном из последних курсов слушатель задал мне такой вопрос. Ну, все мы привыкли к правилам Outlook. Естественно, пользователи Outlook настраивают эти правила для того, чтобы сортировать почту, раскладывать ее по папкам в почтовом ящике. Так вот, это, собственно говоря, не проблема. Вопрос от слушателя был следующий. Каким образом можно автоматизировать процесс создания этих Outlook-овских правил? То есть, у него в компании есть рассылка. Рассылку очень легко отследить, поскольку она идет либо с определенного адреса отправителя, либо там есть ключевые слова в теме. И как сделать так, чтобы эта рассылка раскладывалась по почтовым ящикам пользователя в определенную папку? То есть, пришло письмо рассылки и в определенную папку почтового ящика легло. К своему стыду сходу ответить, точнее даже не ответить, а показать решение этого вопроса мне не удалось. Но спустя несколько дней после определенных экспериментов я данную задачу победил, чем хочу поделиться с вами, поскольку, на мой взгляд, задача достаточно интересная. Буквально пару слов тем, кто меня не знает. Меня зовут Рутилья. Я являюсь тренером в Центре компьютерного обучения специалисты, также руководителем в интеграторе Miaton. Я занимаюсь всем, что связано с такими продуктами, как Link Server, Exchange Server и SharePoint. То есть, телефония, портальные решения и электронная почта. Ну что ж, давайте с вами приступим и посмотрим, как можно автоматизировать создание правил в Outlook'е и создание папок в почтовом ящике. Прежде всего, у меня есть почтовый ящик тестового пользователя Вася. Давайте я его сейчас получу. GetMailbox.Vaся. Буквально секунду, мой shell отвалился от Exchange Server и сейчас переподключится. Итак, почтовый ящик действительно есть. Замечательно. Я его открыл в WebAccess. Это абсолютно чистый почтовый ящик со стандартными папками. И сейчас я хочу продемонстрировать вам, что входящие Inbox Rules, то есть, правила сортировки в почтовом ящике, они для почтового ящика Вася отсутствуют. Для того, чтобы создать правила со стороны сервера, или через shell, существует специальный командлет. Называется он NewInboxRule. То есть, новое правило входящее. Ну и давайте я попытаюсь создать такое правило. Назову его Test. Правило будет называться Test. Укажу, что создаю правило в почтовом ящике Вася. И скажу, что данное правило будет перемещать сообщение в папку. Далее я должен указать, что оно будет перемещать в папку почтового ящика Вася. И папка будет называться Test. Условия, по которым будет осуществляться перемещение. Например, тема письма. Если в теме письма встречается Test, то правило Test в почтовом ящике Вася должно переместить его в папку. Когда я попытался выполнить этот командлет, я получил ошибку. Я думаю, мы сейчас эту ошибку увидим. Ошибка говорила о том, что я не могу открыть почтовый ящик пользователя. С чем это связано? Это связано с тем, что работа таких командлетов, как New Inbox Rule, требует от администратора наличия полного доступа на почтовый ящик, где он создает правило. То есть, поскольку у администратора по умолчанию доступа на почтовый ящик нет, естественно, создать правило он не может. То есть, что я должен был сделать дальше? Я должен был взять почтовый ящик нашего Васи и дать на этот почтовый ящик разрешение. У нас для этого есть специальный командлет – Add Mailbox Permission. Указать, кому я даю разрешение. У меня есть учетная запись iRoot.ADM. И указать, какие разрешения я даю. То есть, в моем случае это Full Access. Итак, ждем, пока разрешение на почтовый ящик применится. Буквально несколько секунд. И после того, как права администратору на почтовый ящик Васи будут даны, я попробую повторно создать вот это входящее правило. Что мы с вами видим? Видим, что разрешения прошли. И теперь я пытаюсь повторить создание Inbox Rule. Обратите внимание, что теперь ошибка уже другая. Он не может найти папку Test в почтовом ящике пользователя. Вот на этом моменте я первоначально и застрял. Что я пытался сделать? Я пытался использовать стандартные папки. Ну, например, папку Inbox. Все прошло отлично. То есть, если папка Inbox подставлялась вот в данном Командлете, правило создавалось. Я пытался создавать папку со стороны пользователя предварительно и потом создавать правило. Если пользователь создал папку, правило также отрабатывало. То есть, к какому выводу я пришел? Я пришел к тому выводу, что данный Командлет не может создать папку в почтовом ящике, если ее нет. Окей. Я начал копаться и накопал такой Командлет NewMailboxFolder. Сейчас я его вам покажу. NewMailboxFolder. С одной стороны, как бы здорово. По названию видно, что Командлет создает папки в почтовом ящике. И я думал, что проблема моя решена. Я сейчас запущу скрипт, который создаст по папке тысячи моих пользователей. И потом запущу создание входящих правил. Но когда я попытался создать папку в почтовом ящике, он мне тоже выдал ошибку. Я начал по этой ошибке гуглить и нашел на статью эксперименты другого специалиста, который опытным путем выяснил, что NewMailboxFolder Командлет отрабатывает только для почтового ящика администратора. То есть, использовать этот Командлет для создания папок обычным смертным нельзя. Это, конечно, несусветная глупость, но я подозреваю, что просто этот момент не доработали. Вывод какой? Использовать NewMailboxFolder Командлет для создания папок в почтовых ящиках пользователей нельзя. Что я начал делать дальше? Я начал гуглить на предмет того, как создать папки, автоматизированно желательно, в почтовых ящиках пользователей. И на одном из блогов MSDN, я вам дам впоследствии ссылку, я нашел скрипт. Скрипт называется CreateFolders. Скрипт очень простой. Я вам сейчас его продемонстрирую. Запускается скрипт. Причем там есть множество параметров, но меня интересуют только два. Первое. Я указываю почтовый ящик пользователя, в котором буду создавать папку. В данном случае CreateFolder.ps1. Вася. Собака.meaton.ru И какую папку я буду создавать. Я буду создавать папку с именем test. Обратите внимание, что сейчас папка создалась. Первоначально я получил небольшую ошибку, говорящую о том, что веб-сервисы EWS у меня не установлены. То есть, если вы хотите, чтобы этот скрипт отработал, скрипт использует Exchange Web Services Managed API, вы обязаны скачать с сайта Microsoft Exchange Web Services Managed API, ничего в нем страшного нет, и установить на ваш Exchange Server. Как только вы это сделаете, скрипт отработает абсолютно нормально. Смотрим с вами, создал ли скрипт папку. Сейчас я обновлю. Обратите внимание, он создал внутри папки Inbox. На самом деле можно было бы указать, где он сейчас будет создавать. То есть, в данном случае он создал в Inbox. Можно создать, поставить там слэш, и он создат прямо в корне. Это не проблема. Что я делаю сейчас? Я сейчас беру New Inbox Rule. Если у меня папка создана в Inbox.test, я сейчас сделаю следующее. Inbox.test должно отработать. То есть, правило будет перемещать в папку Test, но которая является вложенной в стандартную папку Inbox. Давайте с вами посмотрим на результат. Как мы видим, правило создалось. Что я делаю сейчас? Я сейчас захожу в почтовый ящик Васи и проверяю, появилось ли правило. Окей. Смотрим с вами. Правило появилось. Я сейчас его открою специально, чтобы протестировать. Посмотреть. И видим, что имя правила Test. Если в теме встречается письмо Test, перемещать в папку Test. Вуаля, правило работает. Я сейчас предлагаю выполнить небольшое тестирование. Зайти под моим администратором. Захожу. И пишу письмо пользователю Вася. То есть, письмо будет пользователю Вася. В теме будет стоять тест. В тексте письма может быть все что угодно. Я письмо отправляю. То есть, после того, как письмо переместится в папку SendItem, что я должен буду сделать? Сейчас проверим. Оно из драфта должно переместиться. Я должен буду вернуться в почтовый ящик Вася и проверить, что письмо легло в нужную папку. Вуаля, работает. То есть, после того, как вы создали правило, необходимо забрать разрешение. Забрать разрешение довольно легко. То есть, у администратора на ящик Вася. Для этого есть commandlet remove mailbox permission, identity, указываем, на какой почтовый ящик мы забираем разрешение Вася, указываем ключ user. Так, секунду. Я использовал commandlet не remove mailbox permission, а remove mailbox. Итак, remove mailbox permission Вася. Указываем, у кого забираем права. User забираем у администратора. И, соответственно, access rights, какие права мы забираем. Full access. Запрашивает подтверждение. Вуаля, права мы забрали. То есть, через скрипт мы создали папку, через new inbox rule мы создали правило, и потом забрали права. А теперь в одном месте я попытался свести все те команды, которые вам понадобятся, если вы захотите повторить подобную операцию. Прежде всего, добавить разрешение на почтовый ящик, это commandlet add mailbox permission, и, соответственно, для кого какие. Потом папка создается через скрипт create folder. Очень простой синтаксис. Скачать скрипт можно по ссылке. Потом вы создаете через new inbox rule правило. И когда правило создано, удаляете разрешение у вашего администратора. Также я даю ссылку на Microsoft Exchange Web Services Managed API, который вам понадобится для запуска скрипта. И если вдруг вы захотите создать папочки во всех почтовых ящиках, существуют скрипты, в частности, get mailbox, и для каждого почтового ящика выполняется скрипт с кучей параметров. То есть, если вы перейдете по ссылке PowerShell Created Folders, то есть там тот блок и та статья, откуда этот скрипт скачивается, там есть примеры, как это все автоматизировать. Итак, коллеги, спасибо за внимание. Я надеюсь, данная информация была для вас полезной. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok